Привет, друзья! Сегодня у нас очередной новогодний рецепт. Имбирные пряники. Они будут такие красивые, нарядные, разноцветные. Начинаем мы с рисунка. Я рисую на планшете, чтобы объяснить вам схему того, как нужно нарисовать. Вы, соответственно, рисуете уже на листочке. Просто на листочке очень плохо видно карандаш. И на акварельной бумаге лучше не давить сильно на карандаш. Для того, чтобы нам наши пряники разложить по тарелочке. Первую тарелочку на оригинальном листочке я рисовала, просто обводя другую тарелку. Самое главное, чтобы, если вы планируете сюда добавить ингредиенты, осталось место для ингредиентов. Дальше у нас идут пряники. У нас есть пряники в форме звездочек и круглые. Для того, чтобы красиво, гармонично разложить пряники по тарелке, я рекомендую сначала нарисовать кружочки. Попробовать пораскладывать. Начать с тех, которые будут сверху. Допустим, там 4 пряничка у нас получается сверху. Дальше кладем под них нижний. Немножко от обратного рисуем под ними. Пока все рисуем кружочками. Потом мы звездочки дорисуем уже, когда нас будет устраивать расположение. У меня вся масса перевесила немножко в левый нижний угол. Я это сделала намеренно, потому что в правом верхнем я это немножко уравновешу еловой веточкой. Таким образом докладываю пряники, которые у меня тут последние, под низ. И когда все пряники разложены, я немножко смотрю, все ли меня устраивает. Я вот здесь вот вижу, что как будто бы снизу образовалось такое пустое место. Поэтому я один пряничек передвину чуть-чуть выше. Вы видите, что возможно на рисунке и на референсе расположение немножко отличается. Но это нормально. Не надо стараться 100% повторить референс. Опирайтесь на то, что у вас получается. Вот. И теперь звездочки. Звездочки, имея уже в наличии кружок, нарисовать очень просто. Ставим серединку, ставим опоры для лучей на одинаковом расстоянии. Их может быть 5, может быть 6. Тут у меня вот один получился с шестью лучами. Вот. И потом уже рисуем такие закругленные кончики. То есть таким образом мы делаем более-менее ровную звездочку. И можем варьировать, например, глубину лучей. Насколько они будут острые. Ну, у пряников, скорее всего, они такие более округлые. То есть они не треугольничком, а такие немножко закругленные. Вот. То же самое проделываем со всеми остальными пряничками, которые мы себе планируем быть, чтобы они были звездочками. И если вы пока еще не очень опытные в акварели, можно наметить тот узор, который будет белой глазурью сделан. Пофантазировать на эту тему. Здесь могут быть какие-то разные завитки, треугольнички, кружочки, какие-нибудь петельки. Можно опираться на референс, рассмотреть, от него отталкиваться. И что-нибудь уже там, может быть, что-то вы сами пофантазируете, что-то свое. Это тот узор, который будет белым, поэтому его едва-едва намечаете карандашиком. Это нам нужно для того, чтобы потом на него не заезжать. Можно было бы воспользоваться маскирующей жидкостью, но это долго, я не хочу с этим связываться. И поэтому буду просто стараться их пропускать. Итак, начнем работу с цветом. Я уже подготовила рисунок в карандаше. И начну с золотой каемочки. Для того, чтобы получить золотой цвет, я рекомендую взять охру. И взять какой-нибудь темно-коричневый цвет, причем цвет, который будет насыщенный. Вообще, в этой работе мы будем очень много использовать коричневых оттенков. И хорошо бы, если вы еще не так часто с ними работаете, сделать выкраску и посмотреть, какие у вас есть коричневые цвета. Какие из них более желтые, какие из них более красноватых оттенков, какие имеют какую-то серость внутри. Такие цвета лучше не брать, потому что скорее нам нужны более чистые, сочные оттенки. В данном случае у меня это охра и сиена жженая очень часто будет использовать. Плюс к ним я в разных местах буду домешивать оранжевый, красный, кое-где ультрамарин. Итак, золотой цвет. Для того, чтобы получить золотой цвет, мы можем взять охру и в каких-то местах добавить немножечко темных акцентов более темно-коричневым цветом. Можно сиену жженую, примешать к ней чуть-чуть ультрамарина. Получится как раз такой цвет. И дальше перехожу к пряникам. Базовый цвет пряников можно варьировать охру и сиену жженую. Можно к сиене жженой примешивать чуть-чуть оранжевого. То есть у нас есть более светлые части пряников и есть части пряников, которые либо в тени, либо они по краям может быть более запеченные. Плюс еще для того, чтобы глазурь выглядела объемной, нам нужно будет делать тени. Поэтому здесь варьирую вот эти цвета и те места, где планируется у нас белая глазурь, я просто пропускаю, обхожу. То есть они у меня легонечко карандашиком помечены, может быть там через камеру не видно, потому что они там едва-едва помечены. Я просто их обхожу, оставляю на них такую тоненькую полосочку. Сразу добавлю елочку. Для елочки я использую смесь голубого и желтого цвета, чтобы получить такой более насыщенный. Сейчас я одним слоем пройдусь, сделаю иголочки. Потом я к ней еще по подсохшему вернусь. Можно будет еще вторым слоем добавить еще иголочек, чтобы получить больше объема. Пока это первый слой такой подмалевок, но так как она у меня здесь, я сверху начала, и она у меня здесь попадает на пряник, я сразу ее намечаю. Внутрь елочки можно добавить немножко охры, там где просвечивается стеблек, ну они тоже сиены. То есть того, чем мы рисуем там прянички. Ну и дальше двигаясь по пряникам. На самом деле можно было здесь работать так называемым конвейерным способом. Это когда мы, допустим, в один слой покрываем сначала все, что там у нас планируется быть коричневым, потом возвращаемся, накладываем вторым слоем тени. Но я здесь решила действовать по одному, потому что пряники очень разные, там у каждого разный узор. Чтобы в этом не путаться и не превращать в монотонность, это все решило действовать по одному. Ну вы смотрите, как вам удобнее, то есть есть такой способ. То есть мы можем сначала, например, пройтись охрой по всем пряникам, потом раскладывать тени. Еще зависит от того, насколько быстро у вас сохнет бумага. То есть если вам не надо ждать, то можно один пряник там с самого начала прорисовывать. Конвейерный способ хорош тем, что в этом случае мы точно попадаем в цвет. То есть нам не нужно для каждого пряника заново намешивать цвет, и нет риска того, что мы потеряем вот тот самый вкусный цвет, который мы себе уже нашли. За этим нужно следить, чтобы у вас плюс-минус были одинаковые цвета в пряниках. То есть с одной стороны внутри пряника они варьируются, то есть у нас есть более светлая охра и есть более темная, там сиена жженая. Можно капельку красного, капельку оранжевого подмешивать, чтобы сделать ее более сочной. И плюс мимо глазури по какой-нибудь одной стороне от того места, где идет линия глазури, мы добавляем небольшую тень. И если у нас предполагается, что один пряник накладывается над другой, то есть это вот нижние пряники, на них, соответственно, тоже есть небольшая тень от верхнего пряника. Это тоже добавляем там сиеной жженой, чуть-чуть более темным цветом. Чуть-чуть посложнее, ну не знаю, может быть не сложнее, может быть это будет вам наоборот проще, но, скажем так, немножко по-другому. С пряниками, которые полностью покрыты глазурью, то есть они, у них вот, как я предполагаю, только промежуточки между вот этими ромбиками, только в них просвечивает пряник. Соответственно, мы рисуем их коричневым цветом. Коричневым цветом попозже добавим по краям более темную обводку. Саму глазурь пока что оставляем белой, добавляем на нее узор, добавляем какие-то там а-ля бусинки на серединку, на краешки. И потом еще на белую глазурь нужно будет добавить легкие тени, для того чтобы она была более живая, более настоящая. Для теней мы используем ультрамарин. И вот видите, у меня здесь уже есть там красноватая смесь, то есть это красно-коричневый цвет с легкой примесью красно-коричневого. То есть тени должны быть такие как бы сиреневатые. Это может быть готовый фиолетовый цвет, но готовый фиолетовый цвет очень яркий. Ультрамарин дает более такие блеклые и легкие оттенки. И опять же тон должен быть очень-очень легкий. Это вот едва-едва касаясь такая сиреневатая легенькая тень по одной стороне. То есть прям вот почти чистой кистью. То есть едва-едва там прозрачной-прозрачной заливочкой. Дальше у нас опять, возвращаясь к такому прянику без верхней глазури, такой с полосочками маленькими глазури. Здесь более такой выраженный узор. Опять такой охрой можно чуть-чуть оранжевого подмешивать, если в охре не хватает вот этой теплоты. По вашему вкусу, смотрите, вы можете сделать пряники чуть темнее на самом деле, чтобы это даже не пряники, мне кажется, больше на печеньки похоже. У меня пряники могут быть там потемнее. Вот. Обвожу, обхожу сначала более-менее ровной заливкой, потом более темным цветом, там, сиены-жженой, добавляю тени. Тени вокруг глазури и тени по краю пряника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если вы не очень усидчивый человек и, как я, не очень такое любите заседать над деталями, есть довольно быстрый, простой способ нарисовать белый узор в звездочке. Просто рисовать как бы внутри звездочки елочку. То есть мы делаем мазки по елочке к центру и делаем между ними промежутки. Это не дает суперчеткий узор, но дает намек на узор. Для печеньки, которая находится ниже, которая не вылезает на передний план, этого вполне достаточно, на мой взгляд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Периодически по мере подсыхания я возвращаюсь и детализирую что-то, добавляю немножко теней. И обратите внимание, как после добавления теней глазурь становится объемнее. Одна печенька у нас зеленого цвета. У нас здесь будет три пятна зеленого цвета. Две елочных веточки и одна печенька с пряничек, с зеленой глазури. Здесь тоже рисую елочку. Для глазури используют смесь желтого и голубого, ФЦ голубого. Они дают чистую, насыщенную смесь. Обратите внимание, что это не ультрамарин. Ультрамарин даст грязную и блеклую смесь зеленого. Нам такая не нужна. Нам нужна чистенькая, поэтому используйте голубой цвет. Можно использовать готовый зеленый, но у него, на мой взгляд, хуже оттенок цвета. Не такой сочный, не такой насыщенный. Здесь тоже глазурь буду добавлять в несколько слоев. То есть я прорабатываю первый слой, потом более тонкой кистью, или там можно той же кистью, если она достаточно тонкая у вас, более тонкими мазками буду добавлять как бы тень между вот этими ступенечками елочки, для того, чтобы они стали более объемной. Парочка пряничков у меня будет круглых, покрытых сплошняковым глазурью с рисунком. Для них использую, точнее, понятно, что цвет самого печенья коржа уже понятен, цвет глазури, так как они лежат снизу. Здесь остается с одной стороны белый, с другой стороны та часть, на которую падает тень. Это смесь ультрамарина с капелькой красного, для того, чтобы получился такой легкий сиреневатый тон. Можно капельку красного и чуть-чуть коричневого добавить, если цвет получается слишком насыщенный, фиолетовый. Вот, он должен быть такой блекло-серовато-сиреневый и довольно светлый по тени. Я наношу темный цвет под встык к верхней печеньке и потом размываю это по оставшейся части, делая такой плавный переход, градиент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Остается еще несколько пряников. Дорабатываю их узор пряников, которые у нас лежат под низом. Для того, чтобы у нас сохранялся объем, не забывайте добавлять падающие тени от пряников, которые лежат сверху. Если у вас между пряников получились промежутки, в которых просвечивает скорее тарелка, а не пряники, то есть под низом предполагается, что там нет пряников, тогда делайте сероватый оттенок, то есть тон тарелки более серый. А там, где лежат пряники под низом, просто заполняйте их более темным коричневым цветом. И по краям пряников тоже можно добавлять более темный коричневый цвет. Это сделает их более объемными. Немножко пропустила вот этот красный пряник. Там я бордовый цвет использовала. Прямо так называется цвет бордо. Если у вас нет цвета бордо, вы можете использовать карминовый, смешанный с капелькой ультрамарина и капелькой сиены жженой. Дорабатываю елочки. Их лучше делать в несколько слоев, чтобы хвоя была объемная. Добавляю узор на тарелку. Узор делаю довольно такой хаотичный, абстрактный, не опираясь на что-то конкретное. Мне нравится, что уже на пряниках есть красные бусинки. Я хочу их подтвердить узором. Ну и какие-то там листочки. То есть такая красно-зеленая вот эта вот рождественская тема. Типичные рождественские цвета, которые ненавидел гринч. Красные и зеленые. Я их засовываю в тарелку. Какие-то красные ягодки и какие-то там веточки, вензелечки будут идти по тарелочке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! В конце под пряники добавляю немножко сиреневых теней. То есть это тоже ультрамарин смешанный с красным и чуть-чуть коричневым, чтобы он не был сильно насыщенным. И дальше перехожу к ингредиентам. видео с разбором цветов и особенностей рисования тех ингредиентов, из которых у нас состоят наши прянички. Это яйца, мед, сахар, мука, масло, специи. Есть у меня на Boosty и Patreon. Там есть подробный разбор техники рисования цветов, которые я использую для того, чтобы нарисовать иллюстрации этих ингредиентов. Также там в открытом доступе есть референсы всех ингредиентов и печенек, в том числе, на которые я опиралась. Заходите, посмотрите. Еще я выложу, наверное, это во вкладку «Сообщество» здесь на YouTube или на Telegram-канал. Все ссылки есть в описании под видео. Не забывайте поставить лайк этому видео. Напишите в комментариях, какие еще рецепты вам бы хотелось нарисовать. Делитесь вашими работами в Telegram или в Instagram под соответствующими постами или отмечайте меня в Stories. Если у вас есть материальная возможность поддержать канал, я буду вам очень благодарна. Ссылки на Boosty, Patreon, на мой личный сайт – все это есть в описании. Что еще? Хороших вам вкусных выходных. До встречи в следующих видео. Пока!